Дымный бизнес. Столичные оперативники в ходе рейда по московским кальянам задержали порядка 70 человек. Силовики прервали вечеринку в одном из клубов на Кутузовском проспекте. Как оказалось, среди отдыхавших были и несовершеннолетние. Что предлагали посетителям в этом заведении, узнал Ярослав Ярославцев. Неожиданный визит столичных полицейских в кальянную на Кутузовском проспекте. Если бы не присутствие нескольких взрослых барменов, можно было бы подумать, что оперативники попали на закрытую подростковую вечеринку. Здесь юные клиенты могли покурить кальян, выпить крепкого спиртного и расплатиться за все онлайн-переводом. В баре реализовывалась алкогольная продукция без специальных федеральных марок и табак для кальянов без соответствующей маркировки. Товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали. А это еще одно запрещенное меню. Разноцветные шарики, которые здесь же официанты наполняли веселящим газом. В углу объемные баллоны. По всей видимости, на подобное развлечение спрос был стабильно высоким. Здесь же, видимо, как компенсация за взрослые развлечения, настольные игры. Все же клиенты в большинстве своем дети. В итоге полицейские задержали около 70 несовершеннолетних клиентов кальянной. Всех их доставили в отделение для освидетельствования. После опроса детей передали родителям. В отношении пятерых подростков пришлось оставлять административные протоколы, поскольку находились они в состоянии алкогольного опьянения. Пока сотрудники полиции опрашивали нарушителей режима внутри кальянной, ко входу в заведение продолжали прибывать молодые люди. На вид чуть старше 18 лет. Я первый раз здесь. Ну, а откуда вы про это место узнали? Мне рассказали друзей, и все. А там несовершеннолетние? Без понятия. Мне есть 18. А почему полиции так много? Не знаю, я же говорю, я только пришел. Еще один молодой человек, почему-то без куртки, и тоже якобы случайно здесь оказавшийся. Выводят малолетних совершенно детей, и как бы я... Это все привлекло мое внимание. Понятно. А тут что за заведение находится? Клуб. Ночнокопольное, кальянное, что это? Ну, что-то вроде того. Я сам на самом деле не знаю. О вреде здоровью от таких развлечений предупреждают врачи. Сначала курильщики привыкают к кальяну, а потом переходят на крепкие сигареты. Достается и окружающим. Дым, естественно, поднимается по вытяжке. Это очень всегда плохо оборудованные помещения. Получается, что люди являются пассивными курильщиками, вынуждены всем этим дышать. Я уже молчу про пожароопасность. В отношении владельцев кальяной на Кутузовском проспекте начата проверка. Если выяснится, что услуги представляли опасность жизни и здоровью подростков, будет заведено уголовное дело. Пока же за незаконную торговлю спиртным бизнесменам грозит крупный штраф. Ярослав Ярославцев, Вести, дежурная часть. Продолжение следует...